Привет, мир! Это рубрика Go On, где я рассказываю о том, как я собираюсь в Соединенные Штаты Америки. Из названия видно, что я получил визу, и сегодня я буду рассказывать вам о том, как это у меня получилось, ну и что можете сделать вы для того, чтобы вы тоже смогли. Go On! Почему я не получал визу в России и никому не советую этого делать, есть в видео вот по этой ссылочке в прошлом выпуске. А теперь поехали. Визу я получил в городе Вильнюс, в Литве, и выбрал это место не просто так. Во-первых, там можно было пройти собеседование на русском языке, во-вторых, он был максимально приближен к городу Санкт-Петербург, где я живу, и в-третьих, были свободные даты, не так долго нужно было ждать. Я прождал два месяца. Большую часть времени я потратил на то, чтобы проехать по нашим дорогам, где нас постоянно останавливали, пропускали встречный поток, куча ремонтных работ на дорогах, и порядка восьми часов я ехал 400 километров по России. И там уже быстро через Латвию попал в Литву. Город Вильнюс оказался просто потрясающе красивым городом, европейским, конечно, с таким небольшим налетом Советского Союза, но, несмотря на это, вкусная еда, классные ресторанчики, красивый старый город, приятные люди и много кто говорит на русском языке. В общем, такое необычное сочетание. При этом продукты в магазинах не везде европейского качества. В общем, мне понравилось, но, наверное, второй раз я туда точно не поеду. Подготовиться к собеседованию нам помогла компания Визоход, о которой я расскажу позже. А сейчас я расскажу о том, какие шаги мы предпринимали, как готовились и что делали. С собой необходимо взять ваш загранпаспорт, по которому вы пройдете, выписку с работы с зарплатой желательно, а точнее обязательно свыше тысячи долларов, выписку из банка, что у вас на счету есть около пяти тысяч долларов, и распечатать приглашение из личного кабинета, это вот такая вот форма. Сначала ты показываешь паспорт на проходной, где проверяют, записан ли ты сегодня на собеседовании. После чего ты проходишь полный досмотр, как на самолет, снимая все металлические вещи, все электронные девайсы, тебя шмонают, и после этого все электронные вещи они забирают себе и дают тебе номерок. Ты остаешься только с механическими часами и с ремнем. После этого тебе показывают здание, к которому пройти, где уже происходит оставшаяся процедура. Валить нах! Когда ты оказываешься в нужном здании, там три окна. Ты подходишь сначала к первому окну, где сдаешь все документы, и тебе дают номерок. Потом ты попадаешь во второе окно, тебя уже вызывают по этому номерку, где ты сдаешь отпечатки пальцев, и уже после этого тебя вызывает визовый офицер. И тут начинается самое интересное. Сначала визовый офицер, именно в Вильнесе, предлагает собеседование на английском или на русском. Если вы выбираете русский язык, то он зовет к себе переводчицу. Визовый офицер задает приблизительно всем одинаковые вопросы. И сейчас я расскажу о том, как на них отвечать правильно, и, собственно, как себя вести вообще на этом собеседовании. Первый вопрос, который задают абсолютно всем, это куда и зачем вы едете. На него нужно отвечать абсолютно быстро, четко и спланированно. Я еду в такой-то город, собираюсь посетить такие-то достопримечательности, побывать в таких-то возможных городах, музеях и так далее. К нему вы должны быть готовы и отвечать все быстро, четко и по порядку. Следующий вопрос, который спрашивают абсолютно у всех, это кем вы работаете и чем занимаетесь. Здесь очень важно сказать о профессии, не связанной с творчеством. То есть нельзя быть фотографом, творческой личностью, художником, дизайнером, модельером и так далее. Визовый офицер знает, что такие профессии востребованы в США, и многие творческие люди туда уезжают. Поэтому он уже будет вас спрашивать более досконально, задавать более каверзные вопросы. Это вам не нужно, поэтому не говорите, что вы творческий человек. Также мне достался вопрос, чем я занимался раньше, до того, как предоставил документы, что я являюсь руководителем компании. Здесь абсолютно те же самые правила. Желательно, чтобы вы рассказали какую-то историю, которую он не сможет проверить, но она не была бы связана с творчеством. Наверняка многие из вас будут получать визы для того, чтобы съездить в США не только с друзьями, но и со своими девушками. В таком случае вы можете указать, что вы пара, живете в гражданском браке, и собеседование у вас будет проходить одновременно вдвоем по одному приглашению. И вот такие вопросы вам будут задавать. Как давно вы вместе? В какие страны вы вместе ездили? Какую страну вы посетили вместе последнюю вдвоем? На эти вопросы вы должны отвечать четко и согласованно, чтобы визовый офицер понял, что это правда. Также визовый офицер будет спрашивать, есть ли у вас кто-то в США. Друзья, родственники или еще кто-то. Правильный ответ на эти вопросы. Никого нет. Мы едем туристами, посетим достопримечательности и вернемся обратно. Очень важный момент, что на все вопросы отвечать как можно короче, чтобы не запутаться. Да, нет, едем туда-то столько-то лет вместе. Никакой воды. Также визовый офицер может спросить у вас, собираетесь ли вы жениться. Вы должны ответить «да», но не в США. Только когда вернетесь в Россию, через годик, ну, примерно такой ответ должен быть. Ко-о-о-о. Вот такие 5-6 вопросов визовый офицер задает обычно всем и в 99 случаях подтверждает вашу визу. По финалу собеседования возможны три варианта развития событий дальше. Первый вариант. Визовый офицер сразу говорит, что вы получите визу. И вы ее забираете в месте и время, указанном на вашем бланке. Второй вариант. Визовый офицер отказывает вам в визе. Он также говорит об этом сразу. И вы можете подаваться на визу заново. Третий вариант, который очень редко случается. Это визовый офицер говорит, что он не может принять решение сразу. Он возвращает вам паспорт и говорит, что когда будет решение, вас уведомит на почту. В таких случаях вы забираете паспорт и ждете 1, 2, 3 месяца. Тут уже как бог подаст. Зависит только от офицера. Какие выводы можно сделать? Каждый из вас сможет самостоятельно пройти собеседование. Для этого нужно просто посмотреть это видео. Немножко подготовиться. И все у вас получится, я уверен. Немножко о компании, которая нам помогала. Мы обратились в компанию Визоход. Совершенно без знакомства. Просто нашли ее в интернете. Стоили услуги ее 7000 рублей. Это подготовка документов. Запись на собеседование. И подготовка к собеседованию. В принципе, компания отработала хорошо. Поэтому для тех, кто боится, есть какие-то небольшие дополнительные деньги. Ссылочка в описании. Если у кого-то есть какие-то вопросы. На какие-то вопросы я здесь не ответил. Пишите мне в личку. Я постараюсь вас сориентировать. Потому что я эту тему уже изучил со всех сторон досконально. Ну вот и все на сегодня. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Теребите колокольчик. Ну вы знаете, что делать для того, чтобы у меня был стимул записывать видео дальше. И да, я учу английский. И в следующем видео обязательно расскажу, как я это делаю. И чего, собственно, я добился. Всем хороших путешествий, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok